Сегодня мой сборник сейчас, называется «Алканонсть». Если кому-то это интересно, то 6 августа будет презентация... Игорь, я тебя не даю. 6 августа будет презентация на Зеленой Волне в парке Шевченко в 3 часа на авторской сцене. Игорь, а это где-то в интернете где-то сообщение? Ну, что-то... А можно в Фейсбуке? Да, вы меня зарегистрировали в Фейсбуке. На всякий случай, на него я... Юля, ты мне, я раскручу. Хорошо, да я... Я в группе раскручу все это. Хорошо, да. Обязательно, ты мне текст только напишешь. Хорошо, да. Приходите. Я прочитаю этот сборник, это за 14 лет стихи набралось. Юленька, это большое счастье, когда наконец-то вышел Клышовик, не говорили. Да, это самое большое счастье. Это большое счастье для читателей, что, да, сразу много прийти, а в другой стране еще не только можно почитать. Да, но это самое лучшее, это, браво, потому что за 14 лет жесткого сборника самое лучшее стараются собирать. Ну и вот я читаю про Ленину, про Петербург. Ночь петербургская, задернут занавески, крик чая от закона. И тишины, крик чая от закона. И тишины, крик чая от закона. Я спряталась в доме, от лета, от зноя, от слов. Я слышу наивную музыку, детских шагов, и то, как трава промыкает под летним дождем. И слухи об этом легко проникают в мой дом. Я слышу, как дерево прячет морщины в тени. Я слышу, как что-то сосед за стеной проник. То старую чашку, то пыльные слова, то слезу. Я спряталась в доме, как рыжая белка в лесу. В дупле одиноком, где шорох листвы про запас. Грибы и орехи, и солнце единственный глаз. Со мной взглядит, в своих верных, верных хранях. Я спряталась в доме, а кто-то все ищет меня. А цикурин цветет, удивлено, светло, синеглазо. И опять на губах, замирает случайная фраза. Он впервые глядит на меня, говорить не умеет. И, быть может, стараюсь понять, и, быть может, жалеет. Он лежит в колыбели травой, вопив дождь с позаранкой. Он задорно мигнет, он подлечит вчерашнюю раму. Все прибыли к нему, как такое могло приключиться. И лесники, целуют его голубые лесники.